Бодрость, духа и тело. По традиции, многие бобруйчане в этот день приходят к купелям. Организовано их в городе две – возле грибной базы на Береговой и на территории второй спасательной станции в Приберезенском микрорайоне. Одни отправляются закалять организм, другие – очищаться от грехов, третьи – вспомнить крещение Иисуса в реке Иордан, описанное в Евангелии. Народная традиция, приятно очень. Ощущение, какое заново родился. А сколько лет уже окунаетесь? Наверное, уже с 2004 года, 2005. С весны с ранней до осени постоянно купаюсь, поэтому мне очень нравится. Такой заряд энергии, эмоций. В прошлом году первый раз, а этот второй мне понравилось, и я надеюсь, что буду постоянно ходить. Непривычно теплая погода для праздника привлекает людей. Большинство бобручан окунается в купели уже не в первый раз. Но есть и новички. Чтобы погружение прошло с комфортом, на месте работает полевая кухня. Экстремалам предлагают горячий сладкий чай, можно приобрести свежую выпечку. При организации купелей все внимание безопасности. Подход к воде комфортный и удобный. Оборудован деревянными лестницами и мостиками. Рядом дежурят спасатели и врачи. В народе считают, что во время обряда в воде – источники новой жизни. Человек умирает для греха и воскресает для Бога. Однако купание в проруби – дело добровольное. Куда важнее посетить службу в храме, исповедаться и причаститься. Завершение праздника принято проводить вечером в семейном кругу и домашней атмосфере. Праздник называется просвещение, Богоявление. Христос явился в этот мир для того, чтобы начать свое проповедь. И с тех пор в этот день мы освящаем воду. А зачем освящать воду? Опять же по той причине, что Бог нам все дал чистоте и гармонии. И мы своими грехами, своей греховной жизнью, к сожалению, все там рачаем. За крещенской водой у храмов выстраиваются очереди. Верующие знают, ее целебные свойства остаются в силе весь год до следующего Богоявления. Сам праздник православные со свечой и молитвой освящают свой дом. Пьем в целях здоровья. В любом случае вера – это главное на сегодняшний день. Поэтому лишнее не бывает. Набрали и себе, и маме, и папе. У нас пожилые родители. Несет людям здравие, очищение, любовь друг к другу. Все в ней заключено. Люди пьют у вас с большим удовольствием. Миллионы людей по всему миру встречают Богоявления. У каждого свои правила и традиции. Но без сомнений, крещение Господне – это таинство, которое дает человеку духовные силы и образует связь с Богом. А вера – глубокая, искренняя, пронизанная эмоциями принятия Всевышнего.